всем привет сегодня у нас 2 октября тема у нас курс основа amazon dropship and online arbitrage до начинающих свой бизнес на амазоне давай ален приступай а я буду там если что да я попрошу по ходу там несколько комментариев встать особенно по поводу правит лейбл после того как мы саша провели первый вебинар посыпалось в личку очень много вопросов и большая часть из них повторяющаяся а физически ответить на все вопросы мы просто не открываем и в связи с этим как бы я попросила дениса о том что мы расшарили эту тему и самый такой важный вопрос который мне задают это так в чем же все таки разница между правит лейбл и онлайн архитражу здесь даже не про разницу это вообще как бы кардинально не связаны между собой вещи несмотря на то есть все что их объединяет это только amazon если мы говорим про правит лейбл то это задача человека проанализировать рынок выбрать товар который находится в тренде продумать изменения которые он может внести в него так чтобы это было полезно для покупателя я люблю говорить о том что если вы дадите человеку решение его проблемы он принесет деньги на будучке вот это для меня правит лейбл то есть правит лейбл товар который запускается правит лейбл он должен решать какие-то проблемы после того как товар выбран его нужно произвести то есть соответственно нужно найти поставщика договориться получить сэмплы проверить на пакетную чистоту проверить потом сделать нейминг в случае если пойдет хорошо дело чтобы была возможность зарегистрировать торговую марку после этого после того как мы даже уже все произвели и все сделали разработали дизайн внесли свои изменения и так далее то есть тому нужно доставить на amazon и это только там процентов 20 работы денис поправишь меня потом если я не права потому что товар нужно запустить в жизнь то есть всего нужно раскрутить нужно сделать чтобы люди о нем узнали и дать ему право на существование то что касается онлайн арбитража мы не разрабатываем ничего нового мы просто берем товар который уже продается на рынке анализируем чтобы он продавался уже успешно мы крепим себя как правило к уже существующим листингам иногда создаем собственные но опять же исходя из анализа ниши и наша задача найти товар который уже производится на территории америки ну я не люблю арбитраж с китая поэтому я говорю про америка и то есть мы покупаем товар маленькими пальцами поставляем его на amazon продаем и регулируем наша задача самое главное это регулировать свой магазин с правильным грамотным расширением ассортирования то есть у нас не стоит задача запуска какого-то единичного товара и это на мой взгляд колоссальная разница между private label и онлайн арбитражом то есть арбитражники они не вкладываются в продвижение у нас не стоит задача покупать отзывы запускать рекламу на свой товар ну так как товар это как бы не наш то есть мы перепродаем уже товары плюс онлайн арбитража в том что на мой взгляд на сегодняшний день если брать все три вида бизнеса с amazon groupship онлайн арбитраж private label онлайн арбитраж он самый спокойный он более такой устойчивый ну при этом как бы он в большинстве случаев не удовлетворяет амбиции людей которые хотят как бы продавать собственный товар и которые видят как его можно будет гарнизировать здесь как бы ты можешь меня поправить если я в чем-то да нет ты рассказывай я не хочу тебя перебивать мне как-то я помню мы с тобой писали видео мне комментарии написали что я тебя все время перебиваю вот так что я буду слушать а ты мне скажи скажи что я буду говорить ну смотри я по на самом деле по разнице между онлайн арбитражом и private label это не закончила если у тебя есть что-то помню короче давай я понял как ты понимаешь эту разницу то есть ты будешь что что такое дропшип дропшип всех привлекает тем что типа надо мало денег вкладывать или практически ничего не вкладывать потому что у вас покупают товары только после этого ищешь товар ну я думаю уже нет пока не будем про дропшип давай по самому да я просто говорю то есть хорошо возьмем онлайн арбитраж тогда онлайн арбитраж это принципе по большому счету моя профессия которой я все время занимался только не таким образом не через онлайн а через оффлайн для этого мы должны понимать очень хорошо рынок должны иметь эти знания товаров должны иметь договора подписывать то есть чем более крупные компании мы получаем у которой более низкие цены то есть мы бьемся за то чтобы получить максимально низкую цену на онлайн арбитраже не надо ничего надо просто найти где купить дешево все потому что листинги есть на листингах выставляются ценники мы смотрим свою математику если нас устраивает и мы знаем где купить дешевле мы приводим у нас нет задач никаких там продвижений то есть все остальное только-только-только цена все кто-то хитрит там я не знаю там где-то он берет не у официалов а где-то не на ebay там он там с товарами всякими непонятно откуда такие цены берутся потому что в Китае дороже дороже вот не знаю приват это чистая разница в том что вы берете листинг и пишите не то что там вы блямбу на ляпале и сказали что это вот приват лейбл нет это просто берется любой товар из того же онлайн арбитража если разрешено не торговать и вы его продвигаете в топы лично в этот листинг там уже свои специфики байбокс и все остальное даже если не входить то есть ваша задача одна чтобы приват лейбл решает три проблемы первая проблема сначала надо попасть в топы в топы попасть это значит первая страница топ 10 топ 3 там топ 16 не важно главное чтобы вас увидели второе вторую проблему решаем чтобы на нас клацнули это CTR то есть соотношение показов кликом и потом мы решаем проблему уже следующим чтобы нас купили и так вот вот то есть вот вся разница я считаю кто в теме понял ну в онлайн арбитражи на самом деле то что я слышал допустим покупать на ebay да можно это как допустим со школы есть нулевой класс есть десятый класс то есть тоже есть моменты роста когда новичок он начинает покупать товар у ритейнеров крупных либо там на ebay но на ebay это вообще моя самая нелюбимая тема которая покупает на ebay товар то есть купает у официальных ритейнеров то есть дальше он продвигается уже договаривается с более там например там с какими-то мелкими брендами либо начинает работать с мелким оптом потом дальше следующая ступенька роста это работа с крупным оптом с официальными дистрибьюторами ну и следующая ступенька роста как я вижу уже это стать самогустой официальным дистрибьютором ну и об этом и говорим то есть ну конечно конечно и здесь очень важный момент анализ рынка но арбитраж просто он не удовлетворяет амбиции на тему запуска товара ну вот например сейчас один из товаров который я запускаю на PL это тот товар который на целом не существует на Амазоне и то есть для меня важно его продвинуть это больше как удовлетворение амбиций потому что там есть мой дейминг и я хочу чтобы о нем знали вообще ну это у всех разный подход амбиций ну может быть да у меня вообще никаких приватных амбиций нет на этом простой конвейер то есть ты считаешь что на привате это что такое невероятно должно быть отдельно я думаю это больше к кикстартеру подходит а на Амазоне это просто конвейер приват не приват можно быстро привозить что-то новое новинки быстро патентовать быстро торговые марки все это можно если есть способность запускать ну вот я кстати на вебинаре говорила о том что если новичку заниматься АПЛ то потому что как правило новичку сложно совсем слишком много ступеней до того как товар допустится и самая большая проблема это в том что пока ты привозишь товар часто бывает так что не актуально согласен и за это мы набираем набиваем руку и многие очень ошибочно имеют какое-то такое представление об этом продавая один-два-три-четыре-пять-шесть товаров когда вот я не знаю мы сотни запускаем и все равно мало не хватает я какой-то раз опять внизу заходишь и там ни разу ничего не торговал не знаешь бывают товары привозишь там я не знаю с минимальными вложениями он раз у тебя и в топах хотя конкуренция бешеная вроде а бывает наоборот вроде продажи слабенькие вроде все слабенько а не получается ничего ну и еще раз говорю мне кажется на мой взгляд это не то чтобы минус а нужно понимать очень большая разница порога входа в private label и в arbitrage если в arbitrage фактически можно нырнуть даже имея 300 долларов понятно я ради интереса посчитала в принципе с 300 долларов за год можно сделать 10 тысяч если их все время предкладывать ну если мы да ну точнее не за месяц не за два то в private label с 300 долларов ну у меня знакомый был на 800 да или 600 но дело не в этом дело в том что дело же не в входной сумме если мы упор делаем именно на стоимость вложения это чуть неправильно вот потому что не так я тебе хотел про онлайн арбитраж сказать то что ты все правильно сказала но все мы это делаем вот эта градация для чего исключительно для того чтобы понизить цену закупа все то есть получить максимально вот это обычная история мы ездим на выставки еще новых производителей потом когда ты станешь дистрибьютором ты начнешь понимать в нише кто там крутой реальный начинаешь дистрибьюцию уже другого бренда получается который реально дает другие цены дает другой спрос и ты начинаешь уже когда ты понимаешь я не знаю помидорами торгуешь консервированными или огурцами или там я не знаю запчастями ты начинаешь понимать это это делать это это вот так что онлайн арбитраж он нормальная тема но в ней надо жить то есть вот я там я не знаю ну скажи мне как опытный человек в private label вот вещь которую я могу делать в арбитраже но пока не знаю в арбитраже я могу планировать свои месячные то есть исходя из того как я проанализировалась нет такого нет то есть я выстроила свой магазин да и потом тогда выстраивай тогда выстраивай как синицу в руках и журавль или нет то что у меня есть товары которые просто человек в шоке то есть он год мучился никак что продавать не мог он тоже столько же со мной на амазоне запустили товар и он за месяц заработал ну не знаю в день по две тысячи долларов примерно там по полторы грубо говоря и таких нескольких человек было то есть и которые в пролете и которые в этом как его звать в этих нулях которые с небольшим доходом но это такая вот знаешь больше не то что лотерея я считаю приват это пятьдесят процентов удачи удачи в течение обстоятельств то есть кто-то вылетел в аутов-сток кто-то там что-то еще случилось кого-то забанили ну реально просто мы торгуем бах и такого продавца забанили вот невозможность планировать то есть по привату кто бы ко мне не пришел неважно сколько денег заплатят или не заплатят неважно я всем любому скажу планов никаких нет это бизнес это реальная конкуренция против всех то есть мы идем против всего мира то есть вот у меня друзья приходят я говорю если ты не боишься вот я не боялся Во-первых, мне терять нечего, вот, как бы я тут ничем таким не рисковал особенным, когда я запускал свой товар, и одновременно мне и в свободное время, то есть у меня очень много свободного времени, и я в удовольствии этим занимаюсь, то есть я именно больше развиваюсь, и дальше хочу развивать, просто тупеешь, когда ничего не делаешь, вот, и получается так, что однозначно, однозначно приватик, спланировать ничего невозможно, и конкуренты могут вылезть, то есть это прям вот реальная битва за огонь. То есть, ну, у кого-то более-менее стабильно. Ну, на самом деле в арбитаже точно так же. Ну, вот, вот и все, я знаю. Ну, просто примерно можно спрогнозировать. Ну, примерно, если я товар, вот сейчас я планирую, вот он у меня уже там полгода, я его там холи-лилею, там, я не знаю, с мая месяца, и если вот сейчас мы наконец-то привезем такой калисш, чтобы не вылететь в аутов 100, ну, опять Новый год надвигается, я не знаю, что Новый год будет. Я не понимаю, у меня ни разу не хватало времени. Ну, Новый год надо завозить раз в 6 больше, чем могу там планировать. Ну, вот мы сейчас до Нового года, мы сейчас его везем, то есть мы привезли 500, полторы, 6 тысяч, ну, то есть вот такой рост. И постоянно это самое, и непонятно все равно, и без Нового года это все, то есть это в лето. То есть у нас аутостоки 2 месяца, полтора месяца, вот такие вот. И мы никак не можем попасть в самое, то есть мы довозим новые там, свои какие-то ошибки делаем, экспериментируем, вот, то есть много-много всего. Но в любом случае приват, вот ты говоришь, например, я понимаю, вот я улавлив, когда человек чуть-чуть на своей волне, я вообще-то как к мне отношусь, то есть я не ищу уникального товара на Амазоне. У меня оптимальный вариант, вот это любимое слово некоторых, кастомизация, еще любимое слово есть практики, которые меня больше всего убивают, это просто какой-то детский лепест, как песочный сядь в практике. На Амазоне тут год люди работают. Ё-моё, мы в офлайне там сколько лет работаем, десятилетиями там, ё-моё, о чем говорить, тут все новички, все, все до одного, сколько бы там ни качали. Слушай, Амазон такая тема, от которой нужно только кайфовать, учитывая… Да, да, это драйв чисто. Учитывая тот секс, который Амазон любит, здесь либо ты кайфуешь, либо ты им не занимаешься. Вот, да, и самый прикол, что, где можно найти в офлайне бизнес там до пяти тысяч, десять тысяч долларов. Я не говорю про 300 баксов, 300 баксов даже студент может попробовать. Я не знаю, школьник там, ё-моё, там, блин, на завтрак и сэкономит. Я не знаю такого бизнеса просто, просто не знаю. Из-за этого при таких маленьких вложениях и при таких достаточно, я считаю, это не казино, это не молния ударит нас, это не в лотереи мы играем. То есть, это реально там, я не знаю, там, один к десяти, один к пяти, там, я не знаю, один к четырем. А если ты действительно настроен четко и грамотно, у тебя, вероятно, слохануться, ну, на данный момент, я не знаю, процентов там, ну, 50 на 50 максимум. Вот, я не знаю, то есть, у меня вот так на вскидку есть несколько человек, неудачно мы запустили, и причины есть, и все остальное. То есть, надо работать, смотреть. Но, опять же, не надо никогда рисковать, как в покер играешь, там, каким-то определенным, там, банком, мимо, то есть, не надо ва-банк на все идти. Покер – это тоже математика, чисто. Нет, не надо, нет. Покер – это два. Если брать безлимитный, безлимитный, то там психология. А если лимитный, то чистая математика. Психология – это если ты играешь в офлайне, а если ты играешь в онлайн, то чистая математика. Нет, 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 есть безлимитный, когда, есть лимитный покер, когда ты не можешь ставку поднять, там чистая математика, то есть на длинной дистанции ты выиграл. Слушай, если бы я играла в покер, я точно знаю, что покер это математика. Не, ну понятно, ё-мое, там какое место за столом и все остальное. Ну ладно, не будем, отходи, есть о чем поговорить, ё-моё. Про покер тоже можно. Да, да, да. Промки разговаривать. Слушай, ну на самом деле просто мне вот важно было донести до людей вот эту вот разницу между Арбитражовым и правилами, потому что совершенно другой подход и совершенно другие усилия надо вкладывать. И вот следующий вопрос, я к нему хотела как бы перейти, это мне тоже несколько человек задавали такой вопрос, почему я в вебинаре отзвучила, что в Арбитражовом надо постоянно работать. То есть, ну, почему, если я говорю такую фразу, типа, магазин выстраивается три месяца, то почему, когда мы выстроили магазин, нельзя просто положительно расслабонить мне? Нельзя, потому что, ну, наверное, тоже, что и private label происходит, не всегда конкуренты, вилки-то всегда, кто-то получил более лучшую цену. Мы считаем, что человек компингует, а человек просто нормально продавается, почему как бы его не парит. И свой магазин нужно постоянно пересматривать, постоянно грамотно расширять ассортимент. То есть, его нельзя спустить на тормозах. Вот, я сейчас запускаю, у меня сегодня пришел мой товар в Америку по private label, первый при том, и второй, как бы, вот, через неделю будет в Америке. И я спустила свой магазин уже месяц по Арбитражу, один из самых крупных своих магазинов, ну, у меня пять аккаунтов, и вот один из самых крупных я спустила на тормозах. То есть, за месяц там реально, как бы, начинают уже, ну, то есть, я его сегодня вот открыла, там реально начинают рискить как строза, то есть, его нужно брать в суд. Нельзя спать, ну, я месяц на него не обращала внимания, да, он принес уже денег. Но, то есть, на следующий месяц там обязательно нужно уже пересматривать вилки, что-то убирать, что-то добавлять, иначе я не получу ожидаемого денег в следующий месяц. Поэтому, как бы, Абазон такая штука, которая постоянно требует усердия, постоянно нужно работать. Вот, да, не столько, сколько я бы это занимала, там, работа в офисе, например, я бы никогда не работала в офисе, но точно в 20 часов, как бы, Абазон у меня не занимает. Но, как минимум, даже когда все настроено, час-полтора рублей нужно убирать. Ну, на привате, если вот дополнить, на привате вообще столько времени не тратишь. На привате тратишь опять по кайфу, если ты ищешь новые товары, ты там переговоры ведешь. Но, если у тебя отлазный, спокойный товар, то есть, вот я с утра реально утром открываю все свои аккаунты, разбираю, смотрю on the one, проверяю позиции, ну, то есть, какие-то нюансы, продажи, если все более-менее стабильно, нормально. Ну, если у тебя один товар, ты там сидишь, там, всех своих конкурентов знаешь, там, высчитываешь, там, но когда у тебя много вот этого всего контролируют, ты смотришь в общем. То есть, если позиции норм, если они растут хорошо, если падают, ты начинаешь анализировать, если стагнаться, тоже смотришь, ну, то есть, вот, смотришь за рынком. В основном, на данный момент, когда мне говорили про БСР, полтора года, я вообще не понимал, что такое, сейчас, на данный момент, мне ни один, там, смешер не нужен, там, я не знаю, они так, нужны в общем посмотреть. На самом деле, ты просто, дрыть, пробежал, я, мой, сам БСР, посмотрел, и я сейчас смотрю даже не на продажи больше, а на БСР. Если он у меня упал, неважно, мне, в принципе, у меня продажи могут просесть, на БСР вырос, я понимаю, что ниша просела. Мне не надо смотреть на конкурентов, я просто так помню, что нам вчера было 2000, а сегодня 2500, а завтра 1800. 1800, все норм, я даже не смотрю, что там происходит, я обязательно смотрю отзывы. Сколько у тебя времени занимает? Да час максимум, то есть, это, если конкретно по моим аккаунтам, которые вот мы контролируем, люди мне звонят, кого я веду, например, мы созвонились, посмотрели, апрели ключи, дали задание, посмотрели, проанализировали, дали задание, пошла органика, не пошла, дойдем, следующий трафик заливаем, думаем о безопасности, как это технично сделать, люди не могут отзывы сделать, ищем других людей. То есть, ну вот, вот такая, с людьми гораздо больше работы на это время трэш, чем со своими аккаунтами, там вообще делать особо ничего не надо. Ну вот, у меня на то, чтобы ввести 5 аккаунтов, понятно, у меня уже как бы устроены магазины, то есть, я просто клинически расширяю ассортимент и что-то убираю с магазинов. То есть, у меня где-то уходит час-полтора в день. Ну вот, то есть, то есть, то есть. Вот я проэкспериментировала, да, в связи с тем, что там курс готовили, были там другие задачи, там сессию-то сдавала. Я на один магазин полностью забила, потому что он очень большой у меня, ну, он самый большой из моих магазинов. Я на него просто забила, потому что он наиболее отлажен, если уж так, и там очень у меня хорошие поставщики и так далее. Вот, то месяц невнимания к магазину привел к тому, что теперь мне придется минимум посадить, наверное, дня три, для того, чтобы перестать. Ну, то есть, дня три, это там часов по восемь придется потратить. Ну, понятно, но это в любом случае текущая работа. Ну, не работать не получится. Кто-то системно умеет работать, понимаешь, системно. Погода на Амазоне, я понимаю, что не получится не работать вообще. То есть, как минимум час в день все равно это нужно себе уделять. Ну, и того получается там 5 часов в неделю. Ну, утром встал капуста про убийство, е-мое, как посмотрел, я не знаю, как можно посмотреть, я не знаю вообще, что же за человек такой должен быть сухим. Слушай, ну, тем не менее, люди интересуются, чтобы вообще не работать. Не, ну, я не знаю, я не знаю, я не успею встать, телефон проверяюсь. Все там дрыг, я удивляюсь, почему до сих пор я не могу сразу все аккаунты видеть. Приходится скакать по ним. Это очень удобно. Слушай, на самом деле, я помню, вот, особенно своих первых учеников, которые, там, первые продажи покупали, и реально они мне звонили в 4 утра для того, чтобы сказать, что у них продажи пошли. Ну, да, я так и работаю. То есть у меня когда, у меня каждый старт, неважно мой товар, если которым мы вот плотно занимаемся, я реально вот в час слежешь, в 4-5 встанешь. То есть у меня только голова, у меня какая-то компьютер, что там делается, раз, все скинул. Но чем больше их становится, то есть чем больше ты делаешь запуск, тем реально у тебя внимание, то есть успокаиваешься, то есть более спокойно становится. И люди, я думаю, твои ученики, то же самое. То есть органика первая цепляешь, грубо говоря, ты успокаиваешься, некоторые слишком успокаивают. Я вот в таком состоянии, то есть мне лишь бы не расслабиться в плане, ну, уже опыт был такой, то есть ты начинаешь, то есть один, второй, третий, ты начинаешь уже шапками закидывать, то есть уже такой. А на самом деле вот надо просто именно вот в систематике, то есть мне вот сегодня человек как раз спрашивал, говорит, у меня вот органика пошла, там, сколько, там, я не знаю, 7, 10, что-то, не помню. Я ему говорю, ну, какая разница, у конкурентов сколько твоего, самым главным, там, 20 продаж как минимум. Ну, я говорю, ну, тебе надо по-любому сделать тот минимум, который тебя поднимет хотя бы по тем ключам настолько, насколько можно. Не надо экономить, просто у тебя сейчас есть буст, ты вполне возможно потом свалишься с него. То есть не надо думать, что ты вот сейчас эти 10 продаж получил, которые тебя, в принципе, устраивают, что они всегда будут. Значит, надо дожать, довести до разумного предела, пускай ты минимум денег потратишь. Вот, ну и вперед. Скажи мне такую штуку, я, кстати, хотела, у тебя давно хотела спросить, я все время забывала, больше бы сейчас. Ведем лайф, самое время спросить. Я заметила на своих аккаунтах, когда аккаунт раскручен, и у него очень хорошо идут продажи, Амазон сам двигает новые листники, которые ты создаешь. Потому что у меня вот один из примеров, перед тем, как мы готовили наш первый вебинар, у нас в курсе заявлена тема Dropship с ebay, и я не люблю очень ebay, и я все-таки решила посмотреть, чем ebay живет, как бы нашла там товар, как бы поверила его, создала свой листинг, выставила. И вот прошло три дня, как бы, и первый день у меня, ну, получается, на второй день, после того, как я создала листинг, у меня прошло две продажи, на третий день еще четыре, и на четвертый день после создания листинга, получается, 14 продаж. То есть, и я уже сказала, что когда аккаунт очень скучный, на нем прошло продажи, Амазон сам двигает вновь создаваемые листинги. Можешь ли ты это же подпределить нам? Не знаю, у меня такого большого нет. Либо потому что у меня нет такого количества... У меня такого большого количества товара, я вообще не понимаю, как большие такие магазины делают, потому что реально страшно. Ну, то есть, ты спокойно можешь с одного-двух нормальных товаров иметь оборот в сотку. Спокойно. Вот, то есть, ничего там такого нет, то есть, это вообще ничто, я думаю. Так что сто тысяч мы понимаем, численно-то мы получим намного меньше, потому что там фи, туда-сюда, ппс заберет. То есть, ну, останется там, грубо говоря, там, ну, я не знаю, 60-70, у кого настолько эффективно все это настроено. Вот, все, и я не знаю, я не вижу смысла сидеть на одном аккаунте с большим количеством товаров. Ну, по крайней мере, пока я вендором не стал, пока я юрфирму не организую там, вот я специально подтягиваю как раз юристов. То есть, я общаюсь максимально с количеством людей, кто готов идти, это само, общаться. То есть, мы постоянно с кем-то общаемся, ищем интересное направление. К сожалению, многие люди, не то что подводят, но у них, так скажем, своя, свой путь. То есть, они реально не видят вместе с нами, они реально видят просто, просто тупо заработать денег. Им, в принципе, насрать. То есть, есть вот группа, надо себя прорекламировать туда-сюда, ну и там, ну и все. То есть, такая, как это, я не знаю, недолгоиграющая история, которая никому не интересна, на самом деле. Вот, но из там, я не знаю, 50 человек, 1-2 всегда остаются, и мы двигаемся. Вот сейчас у нас по юристам, вот сейчас меня познакомили с человеком, мы планируем вот каждый четверг проводить вот эти юридические, это я не знаю, просто человек задает любые вопросы, то есть, сейчас я не знаю. Да, да, я поняла. У нас здесь 200, у нас, насколько я знаю, 200 баксов в час стоит там у людей. Ё-моё, тут бесплатно человек приходит, американец, я не знаю, сколько у них даже в час, мне страшно представить. Юристик в США стоит 500 долларов в час. Да, и человек приходит, вот, ё-моё, там рассказывает на любые вообще вопросы, просто вообще на все вопросы. Вы что не спрашиваете, как фирму сделать, как... Я сижу просто, мне сказать нечего, я вообще в этом не разбираюсь. Все рассказывает, приходите, слушайте, видео есть. И человек заинтересован, потому что он показывает свою, так сказать, подготовенность, то есть, к нему будут обращаться, то есть, взаимовыгоды всем. То есть, приходите, пользуйтесь. Вот, из-за этого будем приглашать любых людей, если сможем с ними сработаться, ну, вообще супер, ё-моё, то есть, каждый видит в наших возможностях, чем вот группа больше, тем больше людей сюда интересных приходит. Потому что они заинтересованы, соответственно, дополнительным трафиком получить, как мы трафик ищем, так и они трафик ищут. Только чаще всего не нас находят, потому что это специфический такой бизнес, наверное, ещё неизвестный, непопулярный. Чаще всего не нас, а мы ищем. То есть, ко мне там знакомые кто-то, это самое. Я говорю, давай, я сам всех подтаскиваю, потому что интересно. Вот, если можно ещё и этим услугами воспользоваться, то вообще шикарно, наверное. Давай дальше. Давай. Я вот хотела ещё такую важную штуку озвучить. Я на вебинаре завмыкала, потому что, вот, первое, не знаю, сколько нужно провести лайвов, чтобы перестать волноваться. То есть, я перед вебинаром засполновалась. Это нормально. Я завмыкала с минусами дропшипа, озвучила всего несколько, и мне бы хотелось, чтобы у людей не возникло ложное ощущение, что дропшип, он безопасен. То есть, что у него, как бы, очень мало минусов. То есть, в дропшипе, на самом деле, очень много минусов. И, на самом деле, в своём курсе мы будем делать упор на онлайн-арметраж, а дропшип даём, как бы, ну, такой обязательной программой, в том плане, что он, ну, он решает некоторые важные задачи. Я сейчас чуть позже о них покажу, но сначала всё-таки я озвучу минусы, чтобы я опять не забыла. То есть, самый главный минус – это то, что есть уже информация о том, что придёт очередная очистка от Амазона. Если помнишь, такая, как была в прошлом году, то есть, сейчас там на очереди банов. То есть, уже известно, что у Амазона в прошлом месте порядка, там, ну, почти 9 тысяч аккаунтов селлеров, которые будут забанены в октябре. Амазон очень жёстко. Сейчас создан отдельный департамент по выявлению манипуляций с Амазоном. Создан отдельный департамент, чего раньше не было, это патентным проверкам. То есть, раньше просто любой человек мог, ну, как бы, любой, да, то есть, как раньше происходило. Например, там, кто-то написал, что ты нарушаешь чьи-то, там, патентные товары, и скинул патент, а потом хрен его знает по этим патентам. Я просто приостановил, суркнул лбами и сказал, разбирай ракет. То есть, сейчас уже на отдельный департамент по патентам, чего раньше не было. И это приведёт за собой, ну, как бы, правила Амазона станут более жёсткими. Главное, чтобы они были последовательными, а не просто, знаешь, из серии, меня заблокировали там, или перевели там в закрытую категорию, или ещё куда-то. А вот тех тысяч человек ещё где-нибудь, а вы нам напишите, мы их тоже, когда они будут через год. Вот, вот, чём непонятно, непоследовательные действия. Ну, не жди, не жди от Амазона последовательных действий. Но, что мне нравится, Амазон, из плюсов, ну, в целом, как бы, почему это всё происходит? Потому что очень сильно популяризирована тема арбитража, очень сильно популяризирована тема private label, и многие компании находят, ну, то есть, одна из последних статей, которые я читала, это там, какая-то штука, разработанная для переноски грузов, я уже не помню, как она называется, но суть не в этом. Суть в том, что компания, которая запатентовала и производит это устройство, они нашли на Амазоне более 100 подделок, которые продают тысячи центров. То есть, компания, по своим подсчётам, пронесла порядка 40% падения продаж. Естественно, они судятся с Амазон. Одна из компаний, которая на сегодняшний день судится с Амазон, это передбак. Потому что очень много на Амазоне центров, которые таскают в Китае, ну, я не технар, я в этом не разбираюсь, таскают что-то, что якобы, типа, совместимо с Фьюрид Парк. Ну, то есть, здесь ему написано совместимо с Фьюрид Парк. Ну, это китайская крипция. И сама компания Фьюрид Парк принесёт от этого колоссальные грузки. Есть масса брендов, то есть, там, допустим, буквально недавно человек мне скинул листинг, заблокировали на Амазоне и просто Сарден Бойсы. Не помню тоже, как называется бренд, но не суть. Он торгует, это товары для животных. И я захожу на официальный сайт бренда, там написано не для продаж на территории США, Австралии и ещё где-то. То есть, сам бренд категорически против, чтобы его продавали на Амазоне. И тем не менее, то есть, там тысячи... И компании постоянно судятся с Амазон. В связи с этим, то есть, если есть прецедент, всегда будет какой-то на это отбор. Соответственно, Амазон будет ужесточать правила. Это первое. Второе, как бы, выстроенная система отзывов на Амазон, она приводила к тому, что люди доверяли Амазону. Вот сама эта... Это была фишка Амазона, вот эти вот все отзывы. Сейчас мы видим активную манипуляцию отзывами. В чём оно проявляется? То есть, люди как... Хорошо, когда человек осознанно подходит к созданию правер-левел. Плохо, когда он привозит такое-то говно, накупает на это говно тысячи там позитивных отзывов, в итоге люди начинают покупать и разочаровываются. Пишутся претензии Амазону, то есть, это всё тоже не происходит бесследно. Ну и так далее. То есть, на октябрь сейчас вот прошёл очень такой массовый шухер на итальянском Амазоне, сейчас вот на очереди американский Амазон. Как бы, и всем следует готовиться, потому что как-то там в фильме «Игря престола» говорили «Зима близко». Я тебе могу одно сказать. Это каждый год происходит. По крайней мере, я на Амазоне. А что в этом году было более жёстко? Ну, в нашем году было абсолютно тоже жёстко. Убрали купоны, убрали всё, что можно было. Сначала убрали купоны, потом убрали, ну, в смысле, что нельзя там… Вот, потом убрали, через несколько недель убрали возможность ставить в долларах, а ставили только в процентах. Вот. правила меняют глобально всегда. Чистят, блокируют и всё остальное. Я не знаю, там, как у них происходит, там, где, что, как. Кто больше меня отзывов сделал, я не знаю. Таких людей и кучу знаю людей, которые эти отзывы делают. Однозначно, однозначно, надо делать всё красиво. Это факт. И если в нашей группе Project X, я месяца три назад ещё пытался как-то разуметь некоторых людей, которые, я не знаю, неграмотные они, или им вообще плевать, или вообще мозгов нет, о том, что давайте обменяемся отзывами. Ну, вообще супер просто. Суббитный PayPal боишься заплатить, Тёма. Уже я один сам расслабился. То есть, переправлял деньги в PayPal. На PayPal нельзя, на меня почта разная. То есть, у меня PayPal не связан с этим никак и на разных людей. И всё равно, я уже всё, то есть через фильтр, через кого-нибудь переправлять деньги. Это просто бред. Нельзя там отзывы писать, нельзя это писать. У меня куча аккаунтов, и давай сейчас друг другу чуть гачить, не verify, verify. Тут, ясное дело, сэкономил 3 доллара, я думаю. Ничего не сделал. Тут, ёмой, на самом деле, с того, что ты рассказываешь, я тоже это читаю в группах, и я просто жуху, потому что ещё в 2005 году, то есть, на минуточку присапка такое, это год, 2005-й, когда у меня был свой онлайн-магазин, у нас была ещё база всяких ревьючных сайтов, так мы перелинковку делали настолько запутанной, чтобы Google не отъедил, не дай бог, связь. А здесь напрямую народ пишет, что лучше давать это расслабляется. Понимаешь, когда расслабляется, я не знаю, я просто по себе скажу. У меня только одного знакомого забанили, не поймёшь за чё, написали по поводу именно отзыва, бан. Девочки, вот я здесь, тётенька какая-то написала, что её забанили, вроде ребята разобрались, что её забанили за то, что люди накручивают себе дохера отзывы, ну просто, просто накручивают себе отзывы, и потом им приходит какая-то одна звезда, и они очень упорно с Амазоном разбираются по этой звезде. То есть у неё сто отзывов левых, или вообще все, но одна, однозвёздочный отзыв, и это несправедливо. И просто что берут, вообще всё удаляют людей, а её, видимо, забанят. Я не знаю точно, не точно, мне просто знакомые рассказали, но у меня здесь люди, кому мы не бери-пай делаем, они прямо говорят, наверное, нас все сто отзывов удалили, потому что мы по дурости пошли разбираться с Амазоном, что надо убрать этот отзыв. Но они взяли, вообще нельзя палить вокал. Вокал-то он живёт, есть или роботы, или люди. Соответственно, если мы к людям не обращаемся, наш аккаунт всем наплевать. Ну только какая-то должна быть там тема, должны пожаловаться, смысл такой. Но никто... Ну да, да, да. Да, если ты обращаешься в чат, ты имей в виду, если у тебя какие-то там, должны быть действительно серьёзные проблемы, с которыми ты должен к тебе обращаться. Или очень так технично, красиво, я думаю. А если у тебя там косяк на косяке, там на чёрном фоне фотографии, тайтл какой-то вообще не поймёшь, там с брендами, там со всеми делами, и ты ещё разбираться там идёшь, или люди жалуются, там начинают душить этих, как-нибудь покупателей. Я вообще уже не знаю, зачем автореспондер, мне кажется, вообще уже не нужно. И они вообще отзывы уже не пишут никому. Ну есть там, вон Денис сидит, он там специалист по отзывам, там процент у неё беззна. Слушай, ну у меня пишут отзывы, но я даже лишнюю письма, потому что я понимаю, что можно всегда отправлять людям письма, типа отоплю, если человек захочет, он отзнает. Знаешь, письма кому нужны точно, тем, кому, например, забыл инструкцию напечатать. Вот им нужны письма. То есть там какой-нибудь там прибор, там какая-нибудь штука, или неправильно написал. Письма реально спасают. И в этом письме можно как звали. Всё остальное, я даже не знаю, зачем нужен автореспондер. Поиск, например, этих, как его звать, отзывов, сейчас как бы есть другие программы. То есть кто там негативный. Ну я не знаю, я боюсь им что-то написать. Им что-нибудь напишут, они, дай бог, пожалуются. И один даже из десяти, ты его не вырвешь, он просто, да, пожалуйста, и всё, и накроют. Тем более у нас такое продвижение, ну я не знаю, у основной массы, оно всё равно с каким-то этим, оттенком серого, так скажем. Вот. И за это, зачем это надо делать? По поводу ревью. Приглашайте друзей, приглашайте знакомых, пускай придут на халяву. Чем больше будет рандом, мы экономили, не 5 долларов платили, а 3 доллара платили. Это реально товары нужные, товары хорошие. Просто приглашайте своих друзей в эту группу. Она русскоязычная, там, я смешно, на Амазоне очень много русскоязычных. Хотя не факт. Вот, из-за этого я всё как смог её заблокировал, спрятал. Вот, но делайте левые аккаунты. Не факт. Ну я не знаю. То есть вот сейчас заграничные группы, я год назад просто перестал вообще по группам ходить. То есть я сейчас две группы не остались, и группы живые. Потому что, наверное, у меня было больше 300 групп, когда я по купонам раздавал. Я, соответственно, где-то вот чистку делал месяца 3 назад, осталась, дай бог, треть живых. Ну где люди. Я вижу, что движение идёт, там сообщение. А все остальные просто умерли. Вот, они просто умерли. И сейчас я их оставляю для поиска товаров. То есть я захожу, я вижу, люди реально чем торгуют, какие тренды, как рекламный телевизор посмотрят. Сейчас весна, там, одними товары торгуют, зима, другими. И здесь то же самое. То есть посмотрел тренды, раз, там, уже можно запускать. И товар выбирать, можно не мучиться особо. Вот, так что люди работают. И у нас в группах то же самое. Думайте о безопасности. Не надо в этом отношении спешивать. Моё мнение сейчас, я, в принципе, стараюсь всегда как бы, ну не в тренде быть, а или как-то и вон наперёд планировать. То же самое, что было у нас с лисингами, с этими серстерами, как они там по-новому сейчас называются, что вот эти 250 символов. Ну, в любом случае, и старый лисинг оставляем, и добавляем. То же самое, что у нас есть с верифаем. Не верифай. Я уже давно переключился, у меня сейчас, наверное, 4,5 это не верифай. Потому что не верифай более безопасен. Не верифай, там аккаунт... Я, кстати, если тебе интересно, скажу свое мнение по поводу, я думала, почему вот не верифай отзывы хорошо работают. А потом я поняла, что у Магонона же есть вот эта вот триггерная система. И вот то, что ты говоришь, да, пока не обращаются, общаться, и говорят, триггерная система, пока не заполнится, то твой аккаунт не тронет. Не верифай отзывы позволяют вот этой вот триггерной системе растягиваться во времени, то есть и более медленно заполняться. Поэтому даже если там где-то проскочит один отзыв негативный, либо два отзыва... Что такое не верифай отзывы? Не верифай отзывы это взломанные аккаунты, ворованные, брошенные и так далее. У покупателей Амазона. Соответственно, не верифай отзывы это нормальный не верифай отзыв. Это или один отзыв, или пять. У одних представлений людей считается, что лучше с аккаунта делать один, но если, не дай бог, Амазон будет долбить, вот о чем-то сейчас говорят, ну то есть возьмут, заложат какой-то алгоритм и начнут проверять, кто ставил одинарные отзывы с одинарного аккаунта, например. Вот. И эти аккаунты очень старые, бывают и там десятилетней давности. Ну то есть еще со старых времен там. А, борода так я имею. Вот. Из-за этого не верифай это максимум один, цире пять отзывов и все, аккаунт блокируется, чтобы он не мог восстановиться. Делают некоторые некачественные. Вот мне сейчас рассказывали, что приходил потом отзыв, человек говорит, я отзыв этот не писал. То есть он восстанавливает аккаунт, а люди не заблокировали его, то есть неграмотно сделали. Риск какой, что люди пожаловываются в Амазон. Тоже косяк. То есть много всяких моментов. Но если делать все максимально правильно и там IP там и все вот эти вещи, то не верифай, так как цепочка очень маленькая, нормальная. Верифай. Какие проблемы верифай? Что мы с одних и тех же аккаунтов делаем разным людям в порядке вместе отзывы. То есть мы сделали Саше пятьдесят отзывов, Васе пятьдесят, там я не знаю. И одни и те же люди. И там палятся, и тут, и тут. И цепочка эта увеличивается. То есть алгоритм, его достаточно просто прописать. Например, забиваем ревьюеров, у которых, например, 20 одинаковых товаров. Правильно? В ревью. 30 одинаковых. 50, 100. Или начнут там со 100, например, ревни спойдут. И начнут, соответственно, фигачить. Они цепляют людей. Вот сейчас мы его человек, который заблокировали, там какая система? Восстановить аккаунт. Это надо сказать там голую пеплом посыпать. Да, я во всем виноват, больше так делать не буду. Ну, схема ваша, я думаю. То есть мы у вас учимся. Вот. Ну, вот сейчас он разбирается там как. До этого, до этого, вот за всю историю я сделал, мы вместе сделаем под 10 тысяч не верифайл отзыв только в месяц. Ну, нет, врумное поменьше. Наверное, так, тысяч пять, наверное. Вот. Верифайл отзыв мы, наверное, делаем, я не делаю, у меня просто эти напарники. Наверное, примерно, примерно, так же, наверное, все. Ну, они все. Вот. Из-за этого получается, что вот эта схема, когда я раньше делал, например, у меня был рекорд до 40 купонов я в день раздавал. Без веролинча, без зонбласса, просто 40 купонов прямо умудрялся продать товары через купоны. А сейчас я на, на этом самом, на запуске максимально уменьшаю количество верифайлов. Прямо вот максимально, то есть я уже поштучно раздаю. То есть я еще недавно, когда я свои гребаные клипс-глассы спродавал, я одновременно и волна у меня и по пять, там на каждый ключ у меня зафигачивал. А сейчас прямо по одной штуке. То есть вот уже ниже некуда пуститься. То есть я только выбираю количество в день разных ключей. Все. Именно для того, потому что без выкупов все равно не вариант. Потому что нужна конверсия. Но на данный момент постепенно идет к чему? Вообще уже скоро верифай заказывать не будет. Хоть бы купить это, я думаю. Все. Тогда Амазон, я не знаю, как бороться будет. Мне на самом деле на отзыв вообще наплевать. Я залью просто 200, 200 не верифай, я думаю. Или 300. Все. У меня на арбитраже есть лисинга, у меня на арбитраже уже порядка 80% лисинга, которые я сама сыграла. И на многих вообще нет продажа нормальная. Ну, я не знаю, как там для private label, но на арбитража у меня там по 10-15 дней тут есть лисинга продажа. Это нормальная продажа даже для привата. Это нормальная продажа, многих это устраивает. Вот. А я тебе хотела сказать вот про трегерную систему. Ну, я не знаю, просто знаешь, ты не знаешь. у Amazon есть триггерная система, то есть Amazon максимально автоматизирует все, что он может, чтобы она не делала. И часто банны аккаунта происходят не потому, что кто-то пожаловался, либо еще что-то, а если... Накопилось, накопилось, да? Бабель и опрессунов, как вам. Что? Накопилось тогда вот это вот, критическое масло. Есть вот сказная проверка Amazon, она происходит тогда, когда срабатывают триггеры. А триггеры, это, как правило, они выхватывают, ну, то есть есть внешние метрики, которые мы видим в своем аккаунте, это так называемое здоровье аккаунта. Да, и есть внутренние метрики, так называемый черный блокнотик Amazon, который так идет у себя, и они его ведут достаточно серьезно. И когда в отзывах, например, то, что мне попадалось, какая-то информация, да, и там, допустим, Amazon считает самыми противыми отзывами это трехзвездочные, он считает это самым надправным отзывом. Вот когда в трехзвездочных отзывах может быть отзывы, а так, похоже на фейк, но на самом деле понимают, что это продукт настоящий, ну, типа такого что-то, да? То есть, есть слово фейк, это слово фейк, робот выхватил в триггер, занес, он не анализирует сам отзыв, то есть, он не способен к анализу. И вот, к примеру, допустим, триггер имеет там 2000 символов по заполняемости. То есть, как только 2000 символов заполнилось, самому присылает привет и спросил проверку. Это один из вариантов банов, один из самых распространенных вариантов банов. И вот я когда, ну, то есть, я стараюсь слушать твои лайки, и задумываясь, как бы, то есть, плюсы, не верифай отзывов, то есть, они вот разбавляют вот эту вот триггерную систему, если допустить, что она в процентном соотношении. То есть, не верифай отзывы позволяют ее разбавить и не так быстро сходить эту возможность проверить. Ну, круто тогда, видишь, мы даже, это самое, не знаем, не задумываясь, ну, я, по крайней мере, над этим, вот, получается, с этим боремся. И тут еще такой момент, из-за этого я говорю, если я что делаю? Это как, я вот по принципу такому, во-первых, там, 20 на 80, а во-вторых, любой миллиардер не может отчитаться за первый свой миллион. Вот, и здесь то самое. Я стартую агрессивно и потом все чин-чинарем, то есть, не дай бог, все аккуратно, но я не знаю, как стартануть, реально, по-белому. Вот ты говоришь, я тебе могу, это сказать, залей по пять, хотя бы, пять. Слушай, я тоже не знаю, как по-белому стартануть нигде. Я не знаю, да, вот они рассказывают, рассказывают, по-белому, там, как это все. Да, если ты вообще мегабренд, у тебя есть уже, например, лояльная публика, например, сайт, и ты говоришь, я на Амазоне начинаю торговать, и сегодня там будет скидка, там, не знаю, 50-15 процентов на мой товар. Все ломитесь туда, ну, вопросов нет. Вот, или, например, там, купонаторы какие-нибудь, или еще вот это. Ну, какая-то есть система у людей, у нас нет, мы новички, я вообще интернетом никогда в жизни не занимался. Из-за этого, это чтобы все наладить, чтобы все понять, как работает, насколько эффективно, это годы надо потратить. И еще для этого нужно иметь, очень многие люди, и я в том числе, мы не понимаем, за чего уцепиться. Ты говоришь, хороший товар, да кто его знает, какой он хороший? Я, знаешь, я чуть ветеринаром не был, то есть, собаки, моя тема там, животные. Готовишь, любишь, я мой там, спортсмен, всю жизнь спортом занимал, то есть, там все мое, понимаешь? Ну, есть, конечно, ниши, которые не мои, как бы там, всякие, но очень много моего, я так этим и шел. А сейчас я к этому отношусь больше, конвейер, и потом из этого конвейера я что-то выдерну, отложу на НЗ, так сказать, начну я это развивать. Если это дальше пойдет, я, соответственно, начну разрабатывать, ну, там, патенты, торговые марки, может быть, найдем там промышленный дизайнер, хотя у меня вроде уже там наклевывается, вот, туда двигаться. Но для этого нужен и капитал, и товар, и понять, куда двигаться. То есть, ничего здесь такого нет, надо с чего-то начинать, это нормально. С 300 долларов, с 3000 долларов, все по-разному, многие отвалятся. Я говорю, когда группу я начинал, реально контингент поменялся значительно, ну, просто глобально. То есть, вот все люди, с кем я плотно общался, практически там, я не знаю, наверное, осталось там прям единицы, ну, там, пару десятков людей, с кем я общаюсь, вот, как с самого начала идем, так и идем. А все остальные отвалились. Я не знаю, может, они профи стали какими-то великими, то есть, они там сами уже все знают, и там, им неинтересно просто группу, я могу понять. Вот, может быть, они просто закончили. Некоторые, мне уже сказали, я как бы другим стал заниматься, мне неинтересно. Все по-разному, это нормально. Слушай, я когда начинала заниматься Амазоном, только вообще разбираться с ним, то есть, я понимала, что в Амазоне есть деньги, там, ну, рыть и рыть. Я вокруг себя собрала 20 человек, которых потянула за собой, и сказала, что давайте вместе разбираться, здесь точно есть деньги. И по итогу, нас из 22 человек осталось 2 человека. Хотя мы вместе шли, как бы, ну, ладно, не суть. По поводу, ты говоришь, как вычисляет Амазон, до этого ты говорил, рассказывал человек, которого, у которого друг работал в саппорте Амазон, он рассказывал, что когда аккаунт попадает under review, то есть, на карандаш, говорили, что прям как в матрице, есть большой аккаунт, куда выводят этот аккаунт, и от него выводят все связи, то есть, вплоть до социальных сетей, имейлов, там, ну, все, что могут нарыть, то есть, все выводится на экран и находят связи с другими аккаунтами. То есть, и он говорит, что если, как бы, считают, что вот этот аккаунт нужно забанить, то все аккаунты, которые связаны с этим аккаунтом, тоже попадают на карандаш, их точно так же могут, по цепочке просто банят, то есть, это, то есть, эта информация, я не могу ее, там, сказать на 100%, так или нет, ну, в любом случае, что там есть, они, в любом случае, там что-то знают, как бы, я не программист, у меня почта на Амазоне, мусоркаем, так что пускай разбирают мои связи, вот, ладно, разберемся, по поводу, я хотел сказать, по поводу того, что тогда, ты как-то говоришь, чтобы сильно не накапливалось, вот из-за этого мы берем несколько товаров и прекращаем развивать вот аккаунт. Я буду аккаунт развивать только в том случае, когда мы реально, будет у нас фирма, нормальная, такая, серьезная, на которой, тогда я еще буду задумываться о аккаунт, о товаре, я даже не понимаю, то есть, товарные остатки вот эти увеличат и все остальное, то есть, это для меня личная сложность, проще раскидывать, раскидывать, нивелируя свои риски, по-другому я не вижу. Слушай, я сижу в группе хайроллеров, где я люблю много очень крутых продавцов Амазона, и они в основном все имеют бизнес-аккаунты, компании, и я не могу сказать, что они имеют проблем с Амазоном меньше, чем умеют, ну, то есть, меньше, но не на многое. Да, да, я об этом и говорю, то есть, мы, к счастью, несчастье, мы здесь живем, и у нас есть возможность опорнить на 100 человек, родственников, бомжей, кого угодно, и всем абсолютно мотлевать на это. Вот, так что... Да, я знаю историю, когда на мертвого человека делали, ну, я из-за этого говорю, тут мертвый душ, мы их не зря читали, так что мы, ну, вот, это, я не знаю. Ну, ладно, не будем отходить. Ладно, я ушла от минусов в дропшип, поэтому хочу вернуться, а то я опять рискую забыть их отмучить. Ты записывай просто, записывай. Что ж там? Записывай. Да, у меня вроде, я вроде бы записан, но я уже и считала, это с исключением пока общаемся. Есть у меня дурная привычка рисовать коляки пока общаюсь. Я сказала о том, что ритейлеры сейчас гоняют, или не сказала. Я сказала о том, что и Amazon ведет чисто большую, то есть нужно очень крайне аккуратно подходить к выбору товара, и то это может не спасти от аккаунта. ритейлеры активно гоняют и все время приходится находить лазейки. То есть очень часто поставщикам, которые более мелкие для того, чтобы сделать заказ, необходимо звонить. Поэтому, кто планирует активно заниматься дропшиппингом, нужно обзавеститься обязательно. Если вы не владеете английским, то обязательно нужно обзавестись к человеку, который будет звонить за вас. Как правило, звонок поставщику находится не дурак. Это все можно найти на каких-нибудь тилан-сайтах. Естественно, для того, чтобы максимально себя обезопасить, необходим более критичный подход к вилке. Очень обязательно нужно выбрать бренды, с которыми работать. Если они не распространяются через ритейлеров, а только через авторизированных продавцов, то не стоит туда лезть, даже если там очень большая вилка. Но, тем не менее, как бы, дропшип дает такой большой, огромный плюс в плане прощупать кухню в Амазон, то есть можно прожить нишу, прочутывать, понять менталитет в своей целевой автории. То, что может дать дропшип в плане депутатских навыков, не даст ни один другой вид бизнеса с Амазону. То есть не арбитраж, не private label, не даст такого именно практического быстрого опыта работы с Амазон, как дропшип. Ну и второй момент это то, что для многих очень актуально, для тех, кто живет в постсоветских это быстрые деньги. То есть вообще дает все-таки возможность заработать деньги гораздо быстрее, чем это можно сделать на арбитраже либо на private label. То есть на private label на деньги вообще как бы, немного оттянутая от момента того, когда мы начинаем этим заниматься до момента, когда имеем выход. На арбитраже в среднем мы начинаем зарабатывать первые деньги спустя ну где-то два месяца, два-три месяца. То на дропшипе если в принципе донести момент, как искать вилки, как подходить к этому вопросу, то человек может получить первую продажу хоть завтра и соответственно ну если это новый аккаунт получит свои деньги после холда если это не новый аккаунт то через две недели он уже получит свою клику. В этом, конечно, его огромное преимущество. Все-таки мы не просто так ставили упор на курсе, на своем курсе на арбитраж потому что не рассматриваем дропшип как бизнес больше это про самознаеменность. Тем не менее в курсе у нас будет один из спикеров Роман Фрехар который из всего вот огромного Амазон-сообщества я знаю двух идей которые может быть их больше но я знаю двоих которых я точно знаю что у них все в порядке два человека которые сделали все-таки дропшип как реальный бизнес. Это Максим Дубинец и Роман Фрехар и как раз у нас в курсе они могут участвовать спикеры и этим поделиться. В принципе у меня все если есть какие-то вопросы я могу на них ответить если нет то можем заканчивать уже почти 10. Понял. А мы как раз что я хотела сказать это то что до окончания то есть 4-го числа ровно полночь заканчивается запись на курсе поэтому как там писал Саша цена превратится в тык больше такой цены не будет то есть мы специально сделали очень диск на курсе для того чтобы запустить сарафанное радио в нашем курсе вот поэтому если кто желает то торопиться не надо есть еще ссылку дашь мне он в шапку этого видоса засунул вот пускай там кто заинтересован у меня как раз вы родили наконец-то такой как вы сказать продукт а мне ребята мои товарищи предложили которые как раз на дропе они у одного 50 тысяч оборот другого там 30 вот я их давно знаю и как раз предложили именно по дропу то есть вы упор видишь на онлайн они на дроп я говорю ну видишь мы как бы не будем конкурировать они увидели что вы запускаете они увидели что вы запускаете они говорят ну смысл я мой отложим еще на пункт ну я думаю что это очень верно потому что мне кажется очень много желающих людей которые именно захотят но дроп все-таки он скорее про самозанятость потому что там очень много работы которые бегутся делать каждый день и тем не менее это же возможность зарабатывать деньги с сегодняшнего года пока пока не думают они вас видели да я не знаю какая там взаимозанятость или как это назвать правильно работа она и в Африке работа если можно на ней зарабатывать десятку пятнашку в месяц я считаю пускай ну тут вообще ты не ограничен на самом деле ты ограничиваешь своим трудолюбием упорством и оборотными средствами дропа дропа они тоже говорят ну вот как говорят банят не банят сколько у нас у нас волна то банят то не банят вот я сейчас смотрю народ все равно стал более компетентен значительно то есть в любом случае некоторые вещи я не знаю ты там написал пост еще кто-то я говорю что лезут я блин столько об этом говорю там видос я уже вообще забил на это об этом говорить а тут ё-май пост написали тут в Америке написали все все теперь все группы встали вообще никто отзыва не делает никто не пишет ну и не пишет слава богу нам проще будет вот ну блин мы столько их делаем я вот просто такое ощущение я думаете буду врать или например мне кого-то забанят выкинь проблем будут а я буду клипать все равно ё-май давай давай набегай ё-май слушай ну я например в плане тебя знаю что ты принципиальный человек нет нет просто пока пока такого нет то есть не дай бог что-то будет мы в любом случае будем перестраиваться и тормозить сами потому что мы у нас мы за репутацию у нас больше кроме этого ничего нет вот из-за этого смысл панику наводить потому что паника она придет от тех людей которые мы сделали услугу какие-то вылезли проблемы пока идет обычная обычная абсолютно работа но надо головой думать потому что правильно накапливается всякая дрянь вот эта вот и как она там как ее не назови а смысл один вот и одного косяка достаточно будет просто много всяких таких моментов мы просто людей консультируем как бы делать ну а остальные свой страх и риск так скажем все это делают подробно подробно слушай ну я я скажу как бы не то что как-то подлежаться к тебе но мне уже достаточно много человек говорили что ты очень крутой пани запуска товара не знаю не знаю посмотрим вот ладно так у нас что там мне говорили знаешь одно дело когда ты считаешь купить другое дело когда тебе говорят в личку и я на самом деле кто меня знает я никогда мне кстати вот сегодня написал Илья он говорит я видел что ты меня в руки порекомендовала типа спасибо я говорю Илья на самом деле можете благодарить я рекомендую это так точно уверенно что человек качественно работает потому что мне как бы важно ответ а я по-моему вот это что написали я по-моему даже пост удалил потому что там получается опять какой-то левый чувак написал эту фигню и сразу вылез другой пост вот а потом уже знаешь остальных добавлять я вот это не люблю знаешь вот эти вот вещи вот это начинается там этот этого просто ну это так не знаю как-то достаточно не очень короче ладно пофиг ну я не отслеживаю кто кого рекламировал как бороться с этой рекламой как бороться с этой рекламой как бороться с этой рекламой я увидела ответила она говорит да где я не вижу я не читаю 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 ладно так что у нас еще давайте теперь по вопросам я думаю пробежимся по вопросам по вопросам сколько хорошо бы иметь денег на товар в случае ДС и ОА Олег спрашивает ну в случае дропшипа мы же как бы не покупаем товар заранее мы практически имеем только картинку нам надо ее ну то есть важно проанализировать действие он приписывает ему и в случае чего выкупить товар у поставщика то есть вот в случае дропшипа фактически можно начинать с наляп в случае если рядом есть люди у которых можно позыщить деньги на месяц до момента пока Amazon потом выплатит на месяц если это новый аккаунт ну 300 долларов можно стартовать с онлайн арбитражом в принципе тоже можно стартовать 300 долларов но более комфортно конечно когда есть там чуть больше в районе 800-1000 это более комфортно но опять же людям которые если делают нет вообще опыта и делают только первые шаги на Amazon я не рекомендую вглажать сразу тысячу в товар потому что сначала нужно прощупать немного на Amazon как говорится тише едешь дальше будешь это первое второе я всем сейчас рекомендую когда начинаются набирать опороны заводить несколько аккаунтов понятно аккаунт на свое имя это классно кстати хотела такую штуку сказать тоже ее спрашивали мне кажется это очень важно кто планирует я знаю что много которые занимаются поэй обратили внимание на дроп не смешивайте аккаунт если там поэй не думайте заниматься на этом же аккаунте дроп у меня на всех аккаунтах смешат арбитраж но под пэй только отдельный аккаунт потому что в случае проблем на пэй вложится много товаров которые большие проблемы к чему это в случае арбитража у нас там не так много денег записали по гробу единственное хотел добавить я вообще не спец в этих делах но как мне объясняли есть момент один для новичков которые могут об этом не задуматься выставить какой-то популярный товар ну реально хороший не рассчитать что-то и утром проснуться и продать 100 штук например этого товара а он стоит 23-200 долларов слушай я для этого всегда ставлю ограничения в инвентаре я никогда не ставлю товар больше чем 10 ну вот я тебе за это говорю эти нюансы просто как раз это такие частности что бывает просто реально на курсе мы все это конечно же будем проговаривать ну понял понял для меня это уже на автомате 10 единиц ну а для меня нет я его как раз меня это все время будоражит что ты проснулся и столько бабла нет купить товара перепродать его то есть меня это реально как обычный человек который этим не занимается это будоражит у меня же всегда проблема была куда продать а тут продалось и денег нет чтобы их закупить то есть тоже как такая не очень хорошо аккаунт испортим и уже будут проблемы ну у меня была на самом деле такая ситуация я потеряла каждую школу пионера и соответственно мне нужно все заблокировать и перевопытствовать карту она кажется в среднем и в этот момент у меня на аккаунте висела куча продаж и я искала ну то есть я реально через сообщество на другую карту пионера собирала все дети на выход ну хорошо как бы знаешь когда они уже знают люди мне анатолий спрашивает каких поставщиков на курсе рассматривать будете вообще не буду рассматривать конкретно поставщиков на арбитраж дадим пару конкуртовых поставщиков мне кажется важнее чем дать рыбу дать поэтому для меня топ-левел дропшипа это когда ты находишь своих поставщиков узких но они настолько маленькие поставщики что если их дать на толпу это не имеет смысла их просто разорвут пенку съедят и все я очень буду много уделять внимания на том как их находить у меня есть очень большие спуски короче навыки навыки методики правильно буду давать только навыки да потому что пока мы с Сашей дискутируем Саша говорит о том что когда люди определяются можно дать каждому два-три по тем нишам которые они выберут это все в процессе раздумия возможно так и будет но на сегодня проще завить о том что не буду давать поставщиков а дам бы навыки как бы искать то есть в любом случае есть варианты в начале как попроще на витруску на крупных ритейлерах будет Максим Дубенец который расскажет о том как он тропает без проблем два года с ебэя с единого бана и дорогого стоя потому что я например терпеть и помогу мне кажется что там вообще и тем не менее человек очень успешный есть роман стряха который тоже работает с ебэем и очень успешный они этим поделятся будет выбор с чего начать работать то есть я люблю более точечную работу и я буду давать свой метод а так ну то есть к чему мы придем по итогу Саше дать либо не дать потом по списку поставщиков не знаю поэтому проще заявить о том что не будем давать но для репетража конечно же дадим мелких оптовиков которые работают с мокрым оптом для того чтобы было понятие чтобы было с чего стороннуть но опять же будем больше делать упор на то чтобы был навык как договариваться с брендами как с ними работать как работать с поставщиками как договариваться с плавиками ну и так далее мне кажется навыки это наше все ну дал рыбу ее съели опять же ну логично я тоже так же придерживаюсь единственное у меня всегда я даже вот мы об этом говорим я всегда хотел не социальное подтверждение вот этих фиктивных отзывов там всего вот этого непонятная реклама а всегда хотел на практике и вот когда мы это все ведем мы ведем параллельно свой аккаунт ну то есть завели аккаунт выбрали товары запустили его и человек приходящий к нам у нас во-первых чем мы отличаемся от других тем что у нас нет вот этой стартовой даты то есть дата x дата там конец начало потому что у меня каждый приходит мне непринципиально мне с любого конца сначала с середины вот и я даю соответственно меня просто на три блока то есть каждый человек приходит я понимаю то есть он на той стадии я ему кидаю с конкретного блока начинаю и даю параллельно параллельно ретроспективу того товара как мы запускали как мы его выбирали почему выбирали я именно свои мысли вот на горячую то есть я выбрал придумал нет-нет мы несколько товаров рассматривали я карты рассказывал рассматриваю то есть выбор товара там есть на практике как мы выбирали именно рассуждение то есть у нас сазон еженедельный рассуждение мы его выбрали произвели привезли продали в аутусток вылетели из аутустока вышли как вышли почему так вышли Что сделаем в следующем автостоп Ну то есть вот эта вот тема И мне кажется А какие у вас обороты А вот это пятое-десятое А туда-сюда Ну как бы кто не знает, это нормально Я тебе говорю, вы видео посмотрите, вы и сами поймете Есть обороты, нет оборотов Есть продаж, нет продаж, вообще есть ли жизнь на Марсе Или нет ее Зачем об этом говорить, если это можно увидеть реально Просто основная масса, да, они реально балаболы То есть они показать не могут, рассказать не могут Потому что у них миллионы этих самых условий И вообще это им неинтересно Вот, а на самом деле это достаточно просто Есть, конечно, в этом косяке Потому что, конечно, в итоге, когда ученики на это смотрят Уже, к сожалению, я могу сказать Они начинают торговать теми же товары, везут Ну, во-первых, им как бы заведомо сказать Что не так все просто То есть если вы посмотрели это В одну реку два раза не зайти Ему так легко и просто Вот, из-за этого и я в свою очередь Я сразу сказал То есть вы выбрать можете То есть наши ученики, они знают о товаре И не наши ученики Потому что там все равно сарафаны ради Что мы торгуем Не так сложно узнать, на самом деле Вот Я им говорю, что просто Я лично помочь не смогу Ну, то есть, в принципе То есть вы как бы это По этим товарам я вам не помогу В любом случае Потому что это неправильно Вот И, соответственно, каждый делает свой выбор То есть каждый там Свой товар выбирает, не свой Из-за этого это нормально Ничего из такого нет Но есть такое И вот если вы Я даже предлагал У нас вот как раз это Я говорю, может даже вот, например Какая фишка, например На примере одного Кто-то дается в аккаунт В лотерею разыграли И на нем просто запускать Но у дропа и привата То есть у дропа и у онлайна Там свои специфики То есть там нельзя друг у друга Воровайся будет Вот У вас это Да, да Да, не получится А у нас Суприваться можно Извините, что перебила У нас просто Еще такая Я и Саша Мы уже находимся У нас Курс для начинающих А мы и Саша Уже находимся На несколько других ступенях Развития, скажем так В этой сфере Но мы для того, чтобы Люди Курс у нас просто Выстроен очень интенсивно Ну, реально То есть он Очень много информации И Ну, я еще обязательно Сделаю пост на эту тему Уже в закрытой группе Но очень бы хотелось Чтобы люди не гнались За курсом И не пытались Все сделать Одномометно То есть Хочется, чтобы они Просто прошли курс Минимально попробовали Все навыки Усвоили их И для того, чтобы Они не чувствовали себя Потом брошенными Мы как бы Вот эту вот закрытую группу Которая будет Она совершается на все время Мы всегда будем В этой группе Всегда будем встречать Ну, до момента Пока мы там вдруг По какой-то причине Не бросим Амазон То есть мы будем на связи Возможно Не так интенсивно Прямо как во время Самого процесса обучения Но в любом случае То есть мы заявляем о том Что мы в этой группе Будем отвечать на вопросы И То есть человек всегда Уже Один раз Выключит курс Не всегда Может быть Потому что Хочется, чтобы люди Прошли курс Взяли информацию И потом Выдохнули И выстроили план Чтобы не было Вот этого вот Хаотичного метания Сегодня Вот здесь вилки Ищу завтра Я вот здесь вилки Ищу завтра Сегодня у меня Дроп Завтра Трашку Я завожу На склад Тут я вывожу С склада И так далее Это приведет К хаосу То есть Хочется, чтобы Во время курса Человек просто Последовательно По домашним заданиям Прошел Каждый этап По чуть-чуть Просто попробовать На себе Получил первые продажи Получил первый опыт Работы с Амазоном Ну, для кого-то Он нужен Получил опыт Работы С спеццентрами Оформления С шиппингов Работа с клетками И так далее А потом Закончил курс Выдохнул И начал все выстраивать Чтобы не было Этой гонки На вооружение Вот Была мысль Такая же Как ты говоришь Что завести Какой-то аккаунт И на примере Этого аккаунта Показывай Как выстраивать В магазин Но потом я поняла Что я просто Зроюсь То есть На это не хватит Физически времени Потому что Либо мне придется Свидеть те вилки Которые уже наработаны У себя Либо Если выстраивать Все прямо по новой То есть я просто Не смогу Это эффективно Давать в курс У вас есть специфика У меня даже не было задачи Ну, то есть Я был так же не уверен Как и всегда С любым товаром Получится или нет Мы просто Запустили и запустили Мы с начала следующего года Собираемся С этим товаром Как бы мы планируем За год У нас была задача Выстроить именно Аккаунт Чтобы он приносил Серьезный доход И выйти на Пятизначные цифры В принципе Я думаю Если все нормально будет Мы к этому придем Ну, пускай даже Не до пятизначных Но в любом случае Нормальных серьезных оборотов И будем делать Просто новый товар запускать То есть Вот сейчас у нас У меня напарник едет На эту выставку Кантонскую Там посмотрим товар И прикинем И на следующий год То есть Планируем как бы То есть Раз в год как бы Запускать магазин Просто вот Оно идет и идет Потому что Ну, по-другому нельзя Я не вижу Здесь ничего страшного Если он не пойдет То есть Не пошел Запустили следующий То есть мы этот товар Например, выбрали Там, я не помню В мае, наверное Запустили В июне Выбрали где-то В марте, в апреле Пока произвели Ну, то есть Вот примерно такой Вот так вот Годовалый цикл идет На самом деле То есть идет Идет, идет Это, в принципе Мне кажется Интересно Для привата Это очень хорошо подходит Для вас У вас просто Какие-то То есть Креатив свой найдете Именно Практический навык Потому что В любом случае Все хорошо Но практически навык И его не пропьешь То есть Он в любом случае На велосипеде Не разучится Кататься У нас весь курс Выстроен так Что мы делаем Упор именно На приобретение навыков То есть Мы не пытаемся Дать решение задачам У нас Мы все продумали Так, чтобы дать Возможность Наработать там Потому что Решение задачи Амазон настолько Динамичный Что то, что На сегодняшний день Является решением Завтра уже Может быть не решением А если Не дать способности К анализу И что именно Анализировать То как бы Мне кажется Грош цена Зато до курса Потому что Таких курсов Будет Не знаю Много ли Кося информации В сети А если дать способность Именно к анализу Как например Для Тропшипа Почему К некоторым делкам Нельзя Кликнуться А к некоторым Нужно То есть Можно сказать Что вот здесь Вот здесь Вот здесь Нельзя А можно Объяснить Почему Нельзя И дальше Человек сам Анализирует Ну понятно Вот я например На привате Вот этого Не знаю Вообще Потому что Мы как бы С этим не сталкиваемся Единственная У меня проблема Одна Когда я в новую Нишу захожу Понять Вообще Нужны Там эти Апрубы Какие сертификаты Для меня Это каждый раз Темный лес И я С нуля Начинаешь И как Это Меня спрашивают А как Это разобрать Ну вот так Медом Научного Тыка И Лисинг Слушай Ну на самом деле Тут просто Часто Чаще всего Чтобы понять Нужны ли тебе Апрубы Попробуй Прикрепиться К лисингу Конкурента И он тебе Высветит Все Апрубы Которые тебе Нужны Для того Чтобы Товаром Подковать Ну как раз Может быть Не Но мы Пишем Лисинг Еще Нам Amazon Выставляет Проходит Там Оно Проходит И Проходит Начинаешь Там Другую Информацию Собирать Ну ты Имеешь Ввиду Если Под Хазмат Попадает Ну и Хазмат В том числе По одному Слову Может Попадать Всего Лишь Ну да Согласен Потому что Кейбл Попался Сейчас На данный Момент Вон Вчера Как раз Сидел Забавлялся Апрубы Себе делал Штук 27 Я их Сделал Вот Но это Только На старые Аккаунты А где Мне Нужен Был Как раз Где Товар А Проба Нет Он Не Новый Я Короче Я Сначала Не Понял А потом Смотрю Ребят Пишут Только У тебя У кого Полгода И Хорошие Метрики Ну Там Активно Работает Слушай Мы Даже Столкнулись С такой Штукой Когда Есть Поставщик У которого То есть Мы уже знаем Что Инвозы Принимаются Поставщика Все Много Ребят С ними Работают И Закружилась Такая Штука Когда Амазон Отказал От Трик Гейта Только Потому Что Они Не Написали Что Инвойс Не Подошел Они Написали О том Что Мы Рассмотрели Ваш Сайвер Аккаун И Решили Что Мы Вам Не Можем Аккаун Стар Там Все У нас Тоже Есть Нюанс В том Что Мы Были Удивлены Почему Всем Дали По Инвойс А Тому Человеку Не Дали В Считались В письмо А там Написано Что Вопрос Не В Инвойсе А То Что Мы Размотрели Аккаунт И Решили Что Вот А У меня Ситуация Была Такая Что Товар Три Товара Одинаков В смысле Разных Но Абсолютно Модификация Разная Я не Люблю Просто Вариации Я Делаю Отдельными Лисинами Вот И Нам На два Лисина Все Нормально На третьей Не Пускают Медицины Вот Начали Разбираться Сделали Как всегда Ингос И все Делаем Арсен Никогда Не Получится Разрешено Не Что Там Такие Вот И Мы Забили Короче На это Все Делаем Не Знаешь Что Делаем Слушай Я Не Слышно Смеюсь Я Просто Получала То Лигде То То Лигде Надо Покупать Мы Сейчас В спорте За Это Самое Зашифровались Типа Мы Спортсменами Сперстали А не Медицины Вот Ну Я Что Как Очку 10 Тысяч Вложили В товары Как То Как Непонятная Ситуация Но Мы Уже Поняли На этом Аккаунте Решили Получилось Еще Перекинем Значит Вывезем Перевезем На другой Аккаунт Или Как Перецепимся Подцепимся Как Обычно Сложно Сложная Во-первых Дай ссылку Куда обращаться Ребята Стоимость Саша Тут за нас Отвечать Вопрос Стоимость Курса 300 долларов 300 долларов Такая цена Только Первого потока Второй поток Лучше Собственно Это уже Лишено И обсуждение Не подлежит Я уже говорила Такая цена Только Потому что Мы Сарафанное Радио Заплатите Сидит То есть Ну По крайней мере Мы надеемся Что Люди Устелиться У нас И Рассказывать Ну Это Хорошая Обращаться По поводу Оплаты Саша Я вообще Финансово Тем не касаюсь Он Всеми техническими Процессами И финансовыми Руководит Собственно Говоря Как и положено Мужчина Саша Занимается Мы пока Балаболем Он на все Вопросы Уже ответил По большому счету Я сижу Читаю Так что Нам особо Делать нечего По деньгам По формату Обучения Все рассказал Расскажи Ты Потому что Некоторые Не увидят Что он пишет Именно Деньги Формант Обучения Будет Вебинар У нас Будет Два Вебинара В неделю Но Как бы Опять же Каждый день Работая над Курсом Мы понимаем Что очень много Вещей Которые хочется Дать Они в курсы Не вошли А курс Так уже Он настолько Интенсивный Что Расписывать Дальше Информации Некуда И Приняли решение Что будем Просто Еще записывать Видео По тем Частям Которые Не вошли В курс Но хочется До данных Вот Но в целом Будут Два Вебинара В неделю И Есть группа Где Постоянно Можно Создавать Вопрос То есть Единственная Просьба Ко всем То есть Нужно понимать Что на выходных Мы отдыхаем И То есть Не надо В эти выходные Прям вообще Заспамили Меня и Сашу То есть Вдарайтесь Все-таки На выходных Тоже Отдыхать Потому что Работает Хорошо Своих Тоже Приучать Пытаюсь Говорят Только По срочным Вопросом Я Всегда Отвечаю Вообще Но У меня Привычка У меня Что-то Мигает Меня Просто Раздражает Я не могу Ответить На 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 вот и все это я абсолютно согласен здесь значит по вопросам а ссылку ссылку саши да обращались в любом случае в личку там в личку там ну понятно короче найдут Алену и Сашу найдете так значит Виталий Алена у меня работающий аккаунт private label можно ли на этом аккаунте работает по схеме Алена уже рассказала да повторять смысла нет ну как можно но это на вашей совести просто вы должны понимать что в процентном соотношении бан private label например если брать товар товар то получается бан одинаковый в процентном соотношении дропшипперы они почему у нас они больше всего через себя товаров пропускают соответственно больше всего банов в схватывают второй момент дропшиппинг как бы его проще всего начать и поэтому там очень много людей которые даже не пытаются разбираться с этим делают очень много ляпов и опять же схватывают очень много банков короче нет смысла и все не надо вот это в любом случае чем больше товара тем больше риск соответственно получить банк а что такое получить банк когда там на аккаунте есть бейл то есть это похоронить по расчетам ну сколько тысяч или на складе на какой-то время все что угодно огромные проблемы ну то есть я как бы вообще не рекомендую не планируйте баленсии страшно планируется обучение только по а для тех кто дропом уже занимается спасибо я так понимаю такой курсы будет на курса такая что даже если курса взять всего лишь 10 процентов полезной новой инфы то она уже того стоит ну просто реально я не знаю может может ли курс стоить дешевле тут ты сказал что дропа принципе будет как именно информативно больше дроп он больше ну скорее не просто информативно мы будем давать практические навыки но больше для того чтобы люди которые не сталкивались с самогоном могли его прочувствовать и понять почему а упор будет у курса на аллайн архитраж но даже если человек то есть я знаю что на курсе писали судьи которые уже вообще очень опытные и я даже пыталась их отговаривать тем не менее они увидели и мне кажется что ну вот учитывая спикеры которые которые очень много людей разбанил на амазоне он будет рассказывать о банном против банном на амазоне за что это может быть и предварительно я расскажу основные правила которые я уверена что очень многие не знают просто в силу того что не читали есть Максим Дубинец я о нем говорила который там безопасно тропает есть Тильдя который очень хорошо пишет все он листинги и для арбитража как бы такой навык важен а многие арбитражники ну то есть если взять из тех кого я знаю очень многие вообще не пользуются моментом как писать свои листинги есть Саша который айтишник думал о гостях который даст очень многие такие штуки которых я даже вообще не знаю то есть как можно все автоматизировать ну не все но большую часть можно автоматизировать есть стриха роман который тоже заявлен как спикер который даст возможность он был одним из ну как бы он победил номинацию лучший спикер на львовском форуме по построению команды по построению бизнеса как бы ну более уже такого автоматического то есть даже если взять одного любого из этих людей и консультация стоит примерно столько же сколько стоит поэтому мне задавали вопрос а можно приходить выбрать на какие-то уроки можно заплатить 300 долларов а вообще не приходить на уроки это выбор каждого так что-то еще ну в принципе все понятно по людям понятно по совместям понятно начинаете вы число мы начинаем 5 числа 5 октября но последняя оплата которую принимаем это четвертый потолуч после этого уже оплата не принимается допустим то есть после этого нужно записаться на второй поток второй поток чем будет отличаться от первого исправите все шероховатости нет второй поток будет отличаться в цене он уже будет стоить 600 потому что мороз спрашивает очень интересует как раз вопрос чем будет отличаться второй поток слушай второй поток он может быть будет более ну менее стрессовый для людей которые ходят на второй поток в том плане что первый поток запускается в четвертый квартал он больше под пределом амазона но все мы знаем в любом случае что четвертый квартал это рост продаж то есть на второй поток он больше для людей которые любят не торопливо не спеша разбили вот это наверное разница по информации сложно сказать чем будет потому что даже сейчас ну вот мы работаем над курсом скажем так в настоящем времени уже на вчера я узнала о нескольких изменениях в амазон и соответственно мне с курса придется заменить некоторые темы то есть амазон он слишком динамищен и я стараюсь держать руку на пульсе стараюсь быть в курсе всех изменений амазон возможно конечно что-то пропускаем но сейчас на сейчас невозможно сказать насколько второй поток повторит первый потому что амазон все время меняется на каждую неделю может быть тоже это замечаю что каждая неделя вносит какие-то новшества их надо их надо знать чтобы быть на волне на гребне понятно ссылку плюс сейчас я в шапку кину ссылку мне тут притормаживает что там так как проверить товар на бренд и где это мы будем это такая тема которую можно сейчас развивать на 40 поэтому об этом в курсе если кратко если кратко говорить там если по дропшипу я так понимаю это скорее вопрос то в основном основная масса тех кто занимается дропшипингом почему-то сложилось распространенное убеждение что народ избегает работы с брендами а наоборот работа с брендами работают только бренды наша задача выяснить что каким образом распространяет себя бренд и понять мы можем встроиться это так если будет так потому что по гугле сейчас можно развести минут на 40 на тему с какими брендами можно работать с какими нет ну это из серии как понять можно продавать тот или иной товар бренды все остальное для этого как раз и учатся ну да собственно говоря одна из целой тем она в курсе то есть бренды, вилки, как это все искать, как проверять, какие критерии надо выставлять и так далее ну в принципе и все наверное я думаю на сегодня да давай потому что уже пол одиннадцатого я вижу ты зеваешь или ты тоже хочешь да я уже засыпаю у меня пол двенадцатого просто и встал в семь по моему ну вот так что да время уже как бы позднее давайте по кроваткам да чемоданам хорошего понемножку в принципе всем спасибо сегодня у нас кстати такой популярный лайф оказался да там чуть ли не сто двадцать человек было периодически такое достаточно редко бывает вот так что очень приятно ну здорово да это не здорово в онлайн кстати вопросов очень мало было я считаю когда мало вопросов значит информативно ну то есть спрашивать смысл спрашивать все понятно вот понятно что рекламируется курс я считаю он полезный я считаю он недорогой и целесообразный мы не занимаемся тупой рекламой вот а занимаемся тем что все таки какая то была помощь информативная что потом просто человек не прошел мимо и не кусал локти и там я не знаю видосы по 900 баксов покупал по онлайн арбитражу очень непонятно емое вот потом перекупал их в записи емое тоже за какие то нереальные деньги емое и все вот и не надо ориентироваться то что если человек по-английски говорит что он намного влияет того который не говорит по-английски вот у всех свое образование свои знания и все остальное и там есть реально красавцы и здесь есть из-за этого давайте двигаться да и все что подытожь тогда да побежали ну да что подытожить кому интересно это кому интересно стать на стезю амазон с нашей подачи мы возможно максимально безопасно как это может быть welcome достаточно курс я в принципе человек открытый но наверное как тренер достаточно суровый вот поэтому амазон это не малина это не кнопка в углу это труд творство и тем не менее это некая свобода свобода передвижения свобода самому себе строить график свобода свобода в том что можно прогнозировать свою жизнь в плане заработка в этом его прелесть вообще жизнь поменять можно свою на самом деле что что жизнь можно свою на самом деле поменять реально я так считаю ну да да слушай ну для тех кто например работает в офисе так точно потому что ну мне просто сложно судить я не ну человек который не работал фанамик практически и для меня это я как говорится в своей стихии но что для меня важно это то что у меня двое маленьких детей я могу проводить с ними время я могу устраивать свой график так чтобы работать тогда либо когда они спят либо когда там у меня няня приходит всего лишь на пару часов в день весь там погулять и я встраиваюсь в график так чтобы на детях это минимально отрешалось вот это для меня наверное как для мамы твоих маленьких детей важный то что дает амазон то что не дает какая-то наемный труд для женщин когда они понуждены там оставить детей ну да есть такое дело поэтому я как говорится за теорию привязанности вообще очень помешанная на всяких психоштуках человек ладно я буду обращаться потому что я тоже уже на самом деле засыпаю мне очень радостно что Лайф получил такое колесо просмотров какие-то отзывы комментарии кому у кого остались вопросы в принципе можете писать мне в личку если я не отвечаю значит я отвечу все равно когда-нибудь вот все кому интересно до встречи на курсе всем пока Денис спасибо тебе большое да пока всем удачи всем пока хороших продаж пока